Всем привет! Вы находитесь на канале про деньги и рынки Дмитрий Шеф. В этом очередном видео рассмотрим с вами текущую ситуацию на нашем российском рынке, что планировалось на этом канале во вчерашнем видео и что собственно реализовалось, согласно тем прогнозам, которые давались. Обсудим с вами падение акций Polymetal, основные моменты, но и также коснемся основных инструментов на нашем российском рынке. Как обычно, смотрите это видео от начала до конца, не перематывая, чтобы вам стало все предельно понятно, чтобы не выпустить в важных моментах. Не забывайте подписываться на этот канал, рядом с колбочкой подписаться, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски. Кстати, хочу напомнить о уникальной акции в Тинькофф Банка по кредитной карте Тинькофф Платин. Специально для вас, для зрителей моего канала предоставлена крутейшая возможность. Заказав данную карту по моей ссылочке под видео в описании, вы получите бонус в виде бесплатное обслуживание навсегда и кэшбэка аж целых 3000 рублей. При соблюдении всего лишь одного простого условия. Потратить в данной карте, расплачиваясь ей, 7000 рублей на ваши привычные покупки в магазине. Как только вы эту трату совершаете, вам обратно возвращается 3000 рублей кэшбэк, рублями на карту и подключается вечное бесплатное обслуживание навсегда. Кроме данного бонуса, у карты есть огромнейшие преимущества. Это и переводы до 50000 в месяц на карты других банков без комиссий, пополнение карты бесплатно через сеть партнершов банка по всей России и бесплатная доставка по всей России. Вам даже ехать за этой карты никуда не нужно. Сотрудник банка абсолютно бесплатно вам доставит до вашего адреса. И если вы успеете заказать данную карту до 30 ноября, то у вас есть крутая возможность выбрать дизайн вашей карты с понравившимся животным. Все это делается в заявлении, выбирается аватарка вам понравившаяся и подается заявление. Кстати, мой промокод вы можете наблюдать внизу данного заявления. И здесь собственно и прописаны условия данной акции. При подаче данного заявления по моей ссылке, соответственно, этот промокод будет активирован. Акция по времени ограничена, поэтому, чтобы успеть ей воспользоваться, прямо сейчас проходите по ссылочке и успевайте ее заказать. А мы с вами начнем традиционно с рассмотрения индекса Московской биржи, что вчера планировалось мной. У нас по-прежнему на индексе Московской биржи некий понижающийся канал. В каждом видео я о нем говорю. И согласно данному канала у нас график, собственно говоря, индекс на Московской бирже входит в рамках данного канала. Вчера мы закрыли те гэпы, которые оставляли на прошлой неделе на коррекции. О этих гэпах я говорил, что мы их обязательно закроем, вернемся. Что, собственно, мы сделали на текущей неделе. Вчерашний прогноз сводился к тому, что мы вчера оставили гэп внизу. И так как мы находимся в рамках понижательного канала, я давал прогноз вот таким вот образом. Вернемся к этому гэпу, который оставили вчера. Что мы с вами видим? А мы видим, что полностью прогноз реализовался до миллиметра. То есть мы пришли и закрыли тот гэп вчерашний, который на открытие мы оставили на уровне 3218. Это нам говорит о том, что техника на нашем рынке в условиях обособленности, когда наша песочница работает внутри, скажем, России, техника здесь замечательно во многих случаях отрабатывается. И если вы разбираетесь в техническом анализе, так как я, то вам будет проще торговать на рынке, так как все бумаги зачастую уходят именно по технической части. Что мы, собственно, видим отражение этих бумаг, нашего костяка, который уходит в индексы московской биржи. Поэтому я бы здесь обратил ваше внимание на вот это сопротивление на данном коррекционном движении. Пока мы его не пробили и не закрепились над ним, вот таким вот образом, большая вероятность есть к коррекционному движению снова к нижней границе данного канала. Пока у нас оснований и драйверов для рынка прямо сейчас нету, но, естественно, в будущем этот драйвер будет воплощаться в виде тех дивидендов, которые будут уплачивать наши компании-экспортеры в промежуточных дивидендных выплатах. Я бы сейчас понаблюдал именно за завтрашним днем, как у нас будет развиваться ситуация. Сейчас давление создает на наш рынок падающая нефть. Падающая нефть у нас падает на опять манипуляциях стран ОПЕК, а именно Саудовская Аравия недовольна поведением других стран по поводу сокращения, а именно выполнения сокращения добычи нефти в другими странами. Поэтому заседание, которое должно было произойти 26 числа, перенесли на 30. Причем пройдут они в форме виртуального формата, то есть даже встречаться никто не будет. Вот такие вот терки, так называемые, проходят в заседаниях ОПЕК, Ну, соответственно, все мы помним с вами 20-й год, когда один из участников хлопнул дверью, обрушил рынок нефти на отрицательные значения. Поэтому здесь, на этом поприще, просто все, что может быть возможно, к этому всегда нужно быть готовыми. Ну, а из интересного. Сегодня мой взгляд был прикон компании ЮГК, которая вчера проводила эмиссию, то есть IPO, вернее, эмиссию, говорю. Мне интересно было посмотреть, как она сегодня себя поведет. Насколько я помню, у компании достаточно много было желающих купить на IPO, но аллокация там достаточно низкая была. То есть всем желающим опять выделили акции менее чем 30% от желаемой суммы. И мы, насколько с вами помним, там цена была, по-моему, 0.55. Соответственно, у меня была задача понять, будет ли от этой графы отскакивать, потому что желающих осталось по-прежнему много. И, во-первых, те, кто хотел купить, у них желание по 0.55 купить. Те, кто участвовал в IPO, соответственно, они по 0.55 поучаствовали. И дешевле, чем это значение, они продавать, естественно, не будут. И на этом фоне, в рамках закрытого инвесторского клуба, где я пишу свое видение в режиме онлайн, свою аналитику, покупался по 0.55, 0.8 практически на этой поддержке. Ну и, соответственно, писал, что можно ставить стоп в 0, потому что бумага сразу отскочила, потопталась. Ну и, соответственно, мы видим, что более чем на 4% бумага сегодня отскочила. То есть все, кто поучаствовал, достаточно неплохо сегодня на этой бумаге заработали в рамках закрытого инвесторского клуба. Ну и, соответственно, в бесплатный Телеграм я скидывал скрин благодарственных писем. Человек с 230 тысяч суммы заработал практически 8 тысяч за одну сделку. В закрытом инвесторском клубе я пишу свою аналитику в режиме онлайн. Многие, кто следит за моим каналом, видят, как она достаточно достойно себя оправдывает. И все движения по тоже индексу московской биржи практически я прогнозирую заранее. Ну и если кто-то хочет подписаться, ссылочка находится первая под видеоописание. Там Телеграм-бот подписка на месяц и на полгода. Многие, кто подписывался на месяц, сейчас проделяют на полгода подписку. Соответственно, та информация, которая мне там дается, согласно моей аналитике, помогает людям зарабатывать на рынке. Ну, по крайней мере, хотя бы не терять. Так как я там пишу и различные технические информации в режиме обучения. То есть вы, если являетесь новичком, параллельно обучаетесь различным технической информацией. Где безопаснее покупать, где безопаснее продавать и так далее. Ну вот, буквально так же скидывал скрин. Человек написал благодарственное письмо в комментариях под видео. Оформил подписку на 6 месяцев. До этого 1 месяц был подписан. Потом вернулся. Ну и благодарность пишет. На самом деле, я рад, что подписчикам помогает моя аналитика ориентироваться в рынке, обучаться и при этом зарабатывать. Поэтому, кто и желает, ссылочка под видео в описании. Присоединяйтесь к нашему закрытому инвесторскому клубу. По компании ЮГК я вчера, в принципе, рассказывал. То есть это золотая добывающая компания, у которой активы сосредоточены в России. Это некий такой позитив, да. Так как это уберегает компанию от каких-то санкционных давлений со стороны внешних стран. Третьих внешних стран. Но здесь нужно иметь в виду, что компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития. То есть в ней большой капекс. Мы видим, что по отчетности у ней отрицательная чистая прибыль. Соответственно, та выручка, которая, в принципе, растет хорошими темпами, она в основном идет как раз-таки на эти капитальные вложения, на создание и расширение бизнеса. Соответственно, отдача от этого бизнеса, я бы думал, будет где-то примерно через год, через два. То есть вы должны поменять. Понимаете, если вкладываете в эту компанию, что здесь история такой на, я бы сказал, на долгосрок. Ну, от года и так далее. Это не история, которая будет давать вам выхлоп в виде каких-то там дивидендов, скажем, и компания роста именно в ближайшее время, в течение полугода-год. Поэтому имейте в виду. Но, опять же, если мы говорим в целом о золотодобытчиках, то это вполне себе такой неплохой конкурент, так как золотодобытчиков у нас на рынке достаточно немного. Это полиметалл, это полюс золото и селегдар. Всего лишь три. Ну, более-менее таких известных и рентабельных. Вот, добавился еще один. Поэтому, но здесь, еще раз повторюсь, если вы хотите купить эту компанию, кто не участвовал в IPO, то здесь история такая долгосрочная. Я бы вообще посмотрел за расторговкой данных котировок. То есть мы видим первое движение, как обычно. Первый день – это достаточно волатильное движение. Обычно заканчивается падением, раздачей. Те, кто участвовал в IPO, они обычно фиксируют свои позиции. Второй день – это либо отскок достаточно неплохой, либо отскок и снова падение. И уже третий, четвертый день там уже будет видно, будет ли бумага спускаться на отработку данного шипа, что обычно бывает. И в дальнейшем каким-то таким неким боковиком она будет находиться на текущих уровнях. До того, как бумага не найдет свое равновесное значение, то есть равновесный спрос продавцов и покупателей, я бы просто пока последил за этой компанией, если вы не хотите ее, опять же, покупать на долгосрок инвестиционно. Далее, следующая компания у нас – Полиметал. Полиметал, которая сегодня достаточно неплохо обвалилась, практически с 570 до 480. Там более 12% в моменте было падение. На чем, собственно, произошло падение? Полиметал объявил о обмене акций. Все мы с вами прекрасно знаем, что Полиметал переехал из-за границы в Казахстан, то есть, по сути, тоже в ту же самую заграницу, не в российскую резиденцию. И о чем речь? Более 20% акций компании сейчас заблокированы в российской инфраструктуре НРД. 8 декабря будет проведено собрание акционеров, на котором должен решиться вопрос с их обменом на акции, выпущенные в Казахстане на iX. Соотношение 1 к 1. То есть, при переезде были выпущены акции. Соответственно, речь идет о обмене заблокированных акций в российской юрисдикции на акции, выпущенные в Казахстане. И участвовать, опять же, могут все, кто не под санкциями и не связан с руководством недружественных стран. Акции можно и не менять, но они будут висеть, так скажем, мертвым грузом. И даже дивиденды при этом выплачивать не будут. Мы все с вами прекрасно знаем, вследствие того, что тот же самый Евроклир заблокирован, то держатели российских данных акций получать дивиденды не смогут. И чтобы обменять свои бумаги, нужно получить допстуд как раз-таки к этой iX. так называемый. Но в чем здесь нюанс? Для того, чтобы участвовать в этом, необходимо открыть счет у иностранного брокера с доступом на iX. То есть здесь вся вот эта проблематическая цепочка, она прослеживается. И как раз-таки вот это и напугало инвесторов. Начали эту компанию активно скидывать. Но по этой компании я уже и ранее высказывал свое мнение о том, что смысл держать эту компанию, когда российские держатели данных акций не смогут получать дивиденды, даже если полиметаллы будут выплачивать. Связано это с нарушением той цепочки, которая как раз-таки завязана была на Евроклире. Следствие блокировки. Поэтому я очень достаточно скептически относился к этой компании ранее, когда мне задавали вопросы по этой компании. Но люди, так скажем, играют в рулетку и покупают эту акцию в надежде на то, что она вырастет. Но когда у акций достаточно такие серьезные проблемы есть, то лучше в таких историях не участвовать. Мы в очередной раз в этом убедились, как быстро, стремительно могут падать акции на такой большой процент. Так, Газпром. Ну, Газпром топчется в рамках своего клина на тех уровнях, на которых он уже достаточно продолжительное время топчется. Позитивные моменты сегодня по Газпрому какие? Газпром сократит инвестпрограмму 2024 года до 1,5 трлн рублей. Практически с 2 трлн рублей в 2023 году. Это обеспечит покрытие обязательств Газпром без дефицита. В полном объеме предусматривает средства для приоритетных проектов. Дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке России. А также в силу Сибири комплекса переработки газа, газификации российских регионов проекты обеспечиваются пиковый баланс газа. То есть, в следствии того, что Газпром снижает капекс для того, чтобы ему хватило ресурсов для обеспечения своих жителей, жизнедеятельности, ну и, соответственно, каких-то инновационных проектов на ближайшее время. Поэтому пока по Газпрому ничего не меняется. Мы видим, что Газпром оптимизирует свои затраты, свой капекс для того, чтобы ресурсов у него хватило. И, возможно, в следующем году мы увидим по нему какие-то дивиденды, которые прогнозируют в рамках там 20-25% дивидендной... 20-25 рублей дивидендов, да, то есть, что составит там, скажем, порядка 12% дивидендной доходности. Мое, так сказать, мое видение по Газпрому все тоже, да, я компанию держу. Если будет снижение котировок даже на отработку, скажем, вот этого шипа в район 140, то я буду компанию докупать. Цели по этой компании мои по-прежнему выше. Это район 200 рублей на закрытие данного дивидендного ГЭПа. Пока что, напомню, сейчас конкретно драйверов у Газпрома нет, но в дальнейшем, надеюсь, они у него появятся. И мы уже неоднократно слышали от того же Миллера те драйверы, которые он озвучивал в плане увеличения поставок в Китае, увеличения объемов и так далее. Тем более, его дочки, та же самая Газпром, нефть по капитализации стоит дороже, чем главная компания, та же самая Газпром, да, то есть обогнала. Вот, и сейчас всячески пытается компенсировать вот это равновесие, да, перевес в сторону дочерней компании, вкидывая различные позитивные новости. Но пока что эти новости никак не могут расшатать такую большую махину. Но в любом случае, Газпром это та бумага, в которой не опасно, скажем, держать свои денежные средства, да. То же самое, когда покупаете тот же самый автомобиль, да, и который после того, как вы выйдете из салона, теряет 10% сразу своей стоимости, а акции – это тот актив, да, который при этом может терять в моменте свою стоимость, потому что котировки ходят и вверх, и вниз, в зависимости от спроса и предложения, и текущее состояние компании, но при этом может компенсировать ваше вложение дивидендами. А та же машина будет вытягивать только с вас деньги на бензин, деньги на техобслужение, на поломки и так далее. Поэтому, покупая акцию, вы покупаете долю в бизнесе компании. То есть, фактически, вы покупаете частичку данной компании. Поэтому по Газпрому здесь, в принципе, ничего не поменялось. Драйверы пока, именно краткосрочных драйверов, пока что нет, да, но надеюсь, что не появится в будущем при оптимизации тех же самых расходов, при появлении новых драйвовых новостей. Ведь Газпром нефть по рыночной капитализации достигла в 4 триллиона рублей, а Газпром находится на уровне 3,9 триллионов рублей. А Газпром, опять же, владеет акциями Газпром нефть на 95%. То есть, Газпром такая дойная корова, которая собирает со своих дочек весь капитал, который они зарабатывают. Сама оставаясь при этой такой неподвижной, невалкой махиной. Компания Башнефть. Ранее, когда она была в таком боковике, в повышающемся канале, причем обычка перекрыла раньше ГЭП, после дивидендной осечки, а вот прививки, они долго топтались на месте. И здесь, собственно, мысли мои какие были. Вот на этих уровнях, еще на 1400. То есть, компания, она, в принципе, достаточно так же неплохо зарабатывает. Сейчас в текущих условиях, в условиях высоких цен на нет, высокого курса доллара, тем более за третий квартал. И за первое полугодие компания анонсировала порядка 100 рублей заработанных уже дивидендов. За первое полугодие. И, естественно, так как мы с вами предполагали, что третий квартал для нефтяников будет достаточно неплохой, то здесь напрашивался вывод о том, что компания может заплатить порядка 200 рублей дивидендов. Сейчас уже мнения идут такие, что компания может выплатить порядка 250 рублей дивидендов. И на этом фоне мы видим, что компания подрастает. Практически дошла к тем максимумам, которые были достигнуты при предыдущем дивидендном, так скажем, ралле. Но и здесь где-то я бы уже, наверное, либо фиксировал эту компанию, если она у вас есть, либо ставил какой-то стоп. Потому что мы можем еще отработать вот этот шип, но по факту, я думаю, что где-то здесь мы остановимся на текущих уровнях. Но на дивиденды я бы не оставался, потому что следующий дивидендный сезон после 2024 года, скажем, 2025 год, я думаю, что не такой же будет радужный. Там в зависимости все опять же будет от того, какие цены будут на нефть и какой курс рубля. Но если мы с вами перейдем на валютную пару рубль-доллар, что мы здесь наблюдаем, мы видим, что попытка идет отскока от Яма 200 на 87,5, о котором я писал в своем телеграм-канале. Ну и, собственно, в предыдущих выпусках видео об этом уровне говорил. Здесь как такового уровня нет, но здесь находится 200-дневное скользящее. И здесь идут попытки откупа валюты, но мы видим, что особых драйверов для роста у валюты также здесь не наблюдается. Мы видим, что попытки покупок есть, но, скорее всего, здесь проходят небольшие объемы. Мы с вами наблюдаем и, скорее всего, заинтересованность здесь особо небольшая. Мы с вами видим, что эта зона, она не особо такая сильная. То есть, эта зона, она между двух наковальней, так называемых, находится. То есть, это первое у нас, первое накопление, и второе накопление, это исторический уровень. Если мы посмотрим с вами на дневном графике, то 82,5 это достаточно сильный уровень, до которого, в принципе, было бы неплохо дойти. И вот уже здесь можно было предпринимать попытки, кому нужно там покупать ту же самую валюту. Если вам валюта нужна прям срочно, да, на какие-то цели, то можно бы прям покупать с текущих, потому что здесь идет попытка, попытка разворота. Но, опять же, исходя из тех данных, которые мы с вами получаем, исходя из торгового баланса, исходя из федерального бюджета о сокращении дефицита, то мы с вами видим, что какой-то необходимость сейчас прямо в текущем времени, в текущем моменте девальвировать рубль нет. Но, а уже в декабре, во второй половине декабря, я думаю, что там, как обычно, в конце года появляется некая статья расходов дополнительно у бюджета. И, соответственно, на этом фоне мы можем увидеть некое укрепление рубля. Тем более, сейчас мы с вами наблюдаем давление на котировки нефти. И, завершив, опять же, по валюте, мы с вами можем предположить, что 82,5% это как такая дальняя точка, к которой мы можем прийти. Если, опять же, не появится какой-то крупный спекулянт, крупный покупатель по валюте. Но, пока что мы видим, особых покупок у нас нет. ЕМА-200 это достаточно неплохая поддержка. Пока что на текущем уровне, поэтому здесь будем наблюдать, если мы пробьем вот эту 200-дневную скользящую, соответственно, здесь у нас уже не останется никаких преград для достижения уровня 82,5%. Опять же, если кому-то валюта нужна, на какие-то нужные, то можно было уже бы здесь и ее начинать подкупать. Ну, и глядя на котировки нефти, мы с вами видим такую неплохую техническую картину. То есть, у нас был нисходящий канал. Мы пробили данный нисходящий канал вверх на фоне ближайшего заседания ОПЕК, которое должно будет пройти 26 числа. Я об этом говорил, об носовании этого я как раз-таки покупал на этих просадках нефть, что писал в своем инвесторском клубе. Вот. Ну, и с технической точки я здесь всегда заранее уже расписывал. Вот. И сейчас мы видим на вчерашней новости о переносе, во-первых, заседания ОПЕК в связи с недовольствами Саудовской Аравии. Нефть провалили. Ну, и вчера у нас вышла новость о том, что то есть, запас у нас еженедельный выходит по запасам США. И вчера вышли данные по запасам негативные. То есть, там превышение порядка там 8, по-моему, миллионов баррелей по запасам. Вот. И, естественно, на этом фоне два фактора негативных у нас сложились. Не в пользу нефти и у нас нефть в спехе провалили вниз. Но, глядя на то, что у нас быстро ее откупили, здесь, я думаю, что поторопились откупать ее. И мы сейчас должны по идее, с технической точки зрения пойти на тест данного прокола. Да, это уровень 79,5-80. Я считаю, что мы вот к этой зоне должны сходить на тест. Во-первых, данные границы нисходящего канала сверху, но и, соответственно, отработать данный шип. Район 79,8. Я считаю, что мы сюда, в этот диапазон, должны по нефтяным котировкам спуститься. Пусть не сегодня, но завтра, я думаю, мы эту цель уже добьем. И, фактически, мы спускаемся по верхней границе данного понижающего канала. И в рамках данного спуска мы можем остановиться вот в таком боковике на некое определенное время. То есть, в рамках данного боковика мы можем походить до заседания ОПЕК. А уже на заседании ОПЕК, если будут какие-то решения приняты по дальнейшему сокращению нефтедобычи стран, входящих в ОПЕК, то, соответственно, это будет позитив для котировок в текущем моменте. Некий негативный фактор для драйвера роста нефтяных котировок служит деэскалация конфликта на Ближнем Востоке. Израиль и Хамас заключили некое перемирие на несколько дней. Ну и, возможно, никакой эскалации не будет. Естественно, это положительный момент для мирового, так скажем, сообщества. Ну, а для котировок нефти, конечно же, этот момент является негативным. Поэтому, резюмируя, следим завтра за данным каналом, за данным верхним уровнем. Будет ли его тест, либо пойдем на отработку следующих поддержек. Следующий у нас находится на уровне 3200 фактически. Ну и, соответственно, нижняя граница канала у нас находится на уровне 3138. Пока что не пробили данную верхнюю границу, мы будем ходить в рамках данного понижающегося коррекционного канала. Ребята, вот такой небольшой обзор. На сегодня, я думаю, обсуждать больше нечего. Все мы практически бумаги обсуждали во вчерашнем видео. Собственно, та аналитика, которая давалась на этом канале, она полностью реализовывается. Все ссылочки находятся под видео в описании полезные. Первая ссылочка это подписка на инвесторский клуб закрытый. Вторая ссылочка это заказ карты Тинькофф с бонусом 3000 рублей кэшбэка. Ну и третья ссылка это подписка на бесплатный телеграм-канал с различными важными новостями, на которые подписан нужно быть обязательно для того, чтобы обладать всей необходимой информацией для вашей торговли. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачных торгов. Завтра у нас пятница. Всем желаю удачи, только позитива, только положительных сделок. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok